Хума! Привет, с вами доктор Влад. Вы знаете, я эту тему уже трогал один раз, но вот не дотрогал, как говорится. Насчёт Аляски. Часто вот даже песня какая-то есть, мы вернём Аляску и так далее. И вот представить на секундочку, да, что Аляску вернули, это, конечно, ужасно. Знаете, мне тесть рассказывал, покойный, он воевал где-то в местах вот возле Калининграда, да, бывшего Кенигсберга. И вот он рассказывал, что при немцах там дороги всегда были сухие в Калининграде, потому что под дорогами трубы с горячей водой, да. И сразу, значит, снег там сливался, всё, водосбор был. Как только русские заняли Кенигсберг, все эти трубы полопались, пришли в негодность, в общем, как-то так, да. Вот, теперь насчёт Аляски. Ну, я там был вообще-то, на Аляске. У меня целая серия есть видео, очень большая, и там я и корабль наш показываю, вот этот вот круизный лайнер, и Аляску, там города и так далее. Я вот когда туда поехал, я помню, я в Сибири жил когда, вот там всегда говорили, о, здесь мёрзлая земля, здесь канализацию не приложить. Это ужасно, и вместо канализации такие резервуары возле домов, да. Ну, если дом, скажем, там двухэтажный, вот я живу в двухэтажном доме, там, в Сибири, да. Вот, и все нечистоты сливались в эту яму, а потом приезжала машина, трубой качала, ну, в общем, вот так, да. На Аляске я посмотрел, ну, обычная канализация, обычные туалеты. Не знаю, не, лопатой копать, конечно, тяжело. Вот, а если есть машина, почему же не прокопать-то? И вот тут недавно что-то был разговор насчёт проводов, тоже вот провода, значит, в Сибири кабель нельзя протянуть, там земля мёрзлая, провода все тянут верхом. Вот, и поэтому вот когда ветер, там и снега много, обморожение, провода падают и лишаются электричества. По-моему, был разговор про Мурманск, что ли, про Североморск, ну, где-то там. Недавно они без света остались. Вот, так что на Аляске всё нормально, с туалетами, с водопроводом, с канализацией. И вот я вспомнил, я на Чукотке ведь жил какое-то время, у меня отец военный. Ну, мне был тогда, может, лет пять. Вот, ну, не может, а точно, четыре-пять лет. И первые воспоминания детства у меня именно с Чукотки. Сам я с Дальнего Востока, но я там ничего не помню. Меня оттуда быстро увезли. Вот, и потом вот Чукотка у меня уже, помнится, неплохо, да. Там и карликовые берёзы, мороженое, вот это всё. Ну, мы жили в деревянном доме с печкой, естественно. И местечко называлось Угольный Копи, посёлок, да. Вот, ну, это недалеко от Анадыря. И я вот решил посмотреть, как он сейчас, этот посёлок, что-нибудь изменилось там и так далее. И полез в интернет, и бах, сразу лифт-журнал, да. Заброшенные посёлки Чукотки, двоеточие, угольные копии. И мне прям аж как-то не по себе стало. Вот здесь я вам ссылочку дам, если хотите, посмотрите. Посёлок Угольный Копи расположен напротив столицы Чукотки-Анадыря. Раньше это был один из самых больших населённых пунктов Чукотки. Здесь проживало более 12 тысяч человек. По меркам Чукотки это очень много. Большинство жителей военных, членов семьи и лица обслуживающих, ну, служащих советской армии, да. В начале 90-х военные ушли, а мы были в 60-х годах там, ну, вот, когда мне было 4-5 лет. В начале 90-х военные ушли, большинство зданий оказалось никому не нужными, число жителей сократилось в 4 раза. Сейчас заброшенная часть посёлка представляет собой жуткое зрелище. Вот здесь фотографии, и, в общем, мама родная. Всё, пустые окна, разваленные дома каменные. Мы-то в деревянном жили, ну, видите, тут ещё потом построили. Ну, вот, ну, в общем, тут сравнивать, конечно, нечего с Аляской. И вот я, ну, вот думаю, вот вы там кричите, Вата, эй, алё, к Вате обращаюсь. Нам Аляску отдайте, да, и чтобы вы её так засрали, да, извините за моё французское выражение. Приехать туда, всё, загадить, да, и уехать назад к себе, да. Ну, что вы хотите? Ну, вообще, вот, дом культуры здесь, ну, вернее, дом офицеров. Не знаю, тот или не тот, мы ходили, кино смотрели. Я помню, я там первый раз посмотрел фильм «Самогонщики». Вот, ну, зал как-то смеялся, а мне как-то это не очень было понятно в 4-5 лет. Ну, мне собака там понравилась, там собака какая-то бегала. Вот, и здесь тоже, да, вот какой-то, вот я фотографии сейчас смотрю перед собой на экране. Значит, как это называется, кинопроекционное устройство, сделанное в СССР. Ну, в общем, вот так вот. Всё развалено к чертям, куда русские приходят. Ребят, там всё разваливается. В чё, Аляску хотите развалить? Да кто же вам даст-то? Господи! Ну, пейте свою бормотуху и не высовывайтесь. Сейчас уже закрыли границы, сейчас уже дипломатов даже забирают своих и отсылают русских алкоголиков. Дипломатов, когобистов из всех стран. Ну, вот там и сидите. А кто поумнее, ребята, да, вот кто меня слушает нормально, ну, бегите же вы в конце концов, а? Ну, может быть, когда-то и будет что-то хорошее в России, в чём я сильно сомневаюсь. Но это будет через кровь. Я боюсь, что через кровь это будет. Всего хорошего, до свидания. Привет, Саляск. Я две ссылочки поставлю, вот это про угольные копии, да, и про свои ролики на Аляске. Там здорово, ребята. Там, тем более, нам повезло, вообще тепло было. Вот, и вообще там красота, конечно, на Аляске интересно. И русских там, кстати, много, только ведут они себя смирно. В магазинах полно русских торгуют, там чем-то приторговывают. Вот, и кому интересно, если кому-то нравятся какие-то камушки, там золотишко, да, там всё очень дёшево. Ну, сравнительно с другими американскими магазинами, там нахватывают вот эти вот все украшения и какие-то такие штуки всякие разные. Там очень интересно, а тем более на круизном лайнере, ребята. Там покушать можно хорошо, только я, что интересно, я даже не поправился. Я тогда вообще-то в теле был, но не поправился, даже свежеморской воздух, ну какой там, вот сколько съешь, оно всё как-то выветривается. Ну, вот так, насчёт Аляски. Всего хорошего, наверное, заканчивая на сегодня, у нас почти полдень. До свидания, с вами был доктор Влад.